Для космоса, для открытого, оно такое пилотируемое на несколько человек. Там вообще что-то небольшое. Там не нужно было с собой многих брать. И какие-то волны были на мозг. Что трудно было туда добраться. Как, знаешь, какие-то силовые поля, которые слишком, как бы это сказать, как звук без звука. Как ультразвук. Вот он мне как пчел стоит. Как плёнка на мозг. Да, ухом не чувствуешь его, а вот чтобы туда пробиться, нужно было через эти волны пройти. Прям кровь как из ушей, или вот из носа, из ушей. Вот кровь чувствую, кровь вот повсюду. А трое, либо свои же? Нет, это... Это была не наша территория. Скорее, наша. Это была наша территория. Мы смогли этим кораблём туда залететь, но мы не смогли их защиты как поля какие-то отключить. Их отключить можно было, только находясь внутри этого корабля. Ну, кто управлял этим кораблём, условно. Мы знали хорошо, как туда влететь. Это был как наш корабль. Ну, наш. Наших планет, скажем, наших человеческих, да. Мы не сможем видеть. Планета, с которой мы были, планета Фат? Фат, возможно. Да. Ещё была Гиус. Но это условно, это на нашем языке ничего не значит. Там что-то значило. И та, с которой мы были, была Фат. Или Фатх. Ну вот, короткая. Она как столица была. Вот этих семей. По-моему, что-то подобное, не знаю, как это звучало, как слово, которое обозначает «узел». Столица, но по-нашему столица. Центр-узел. Да, узел какой-то. Узел этот был на Фатхе. Фатх, не Фат, а Фатх, да. Знаешь, такое впечатление, что где-то какая-то встреча для передачи чего-то. Ну вот не пульта, условно говоря, не кодов для передачи чего-то, чтобы смогли пройти. Впечатление, что не могли ничего доказать, все-таки там была жуткая бюрократия, по-моему. И мы не могли ничего доказать, чтобы какие-то там крейсеры или как это называется, чтобы на перехват и забрали что-то, что принадлежало нашей обороне. Как сдали, что-то какой-то очень важный, информация, материал, пульт, условно говоря, что-то передали. Они туда проследили, мы за ними, ты за ними проследил, что они туда как полетели, какая-то группа перебежчиков. И это было как на нашем корабле, на человеческом корабле, они туда полетели. А здесь с ними как состыковались представители какие-то, кому они передавали это. Да, в догонку за кораблем, на маленьком, чтобы радары или что-либо не засекло. Но может и не было возможности что-то большое угнать, но на каком-то маленьком, вот совсем маленький такой. И вот туда за ним. Как он залетает и просто в слюз вот внутрь залетает того, и просто вот мы вот, ну мы, он, наш корабль этот маленький, раз туда залетает и вот там подрываемся внутри того большого. Ну снаружи поля бесполезно взрываться. Как стыковочный какой-то, знаешь? Угу. Там просто были и представители той расы, скажем так, и представители наших предателей, и вместе с тем материалом, который они для передачи управления над обороной этих семи планет. И там почему-то быстрее, 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 и там почему-то постоянно как опаздывали. Вот не постоянно, а во время этого полёта. И вот быстрее, 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 вот каждая как секунда нам нужно было какое-то время, то ли пока там какой-то шлюз был открытый, то ли что, нам нужно было туда быстрее, быстрее, быстрее. Мы что-то не успевали. Вот это ощущение спешки. Продолжение следует... Он нам закрыл память об этом. Он как болванчик, вот, как из стекла, вот, как-то-то. Что синий, говорит. Не вижу, что каупа, почему ты не покажешь поставить? Что синий, говорит. Тоже помним. Трудом. У меня как мозг ело. Тварь ела мне мозг, реально. Я вот проникал в нее сознание. Да, группа проникновения. Мы в ее сознание проникали. И вот там-то я и узнал о предательстве. Но каждый раз она как ела мне мозг и блоки ставила. У нас были компы для взламывания ее компов. БИО с мозгом компьютера. Это было нечто на уровне контрразведки какое-то. Вот там было всего несколько человек. Это уже была не учебка. Это уже была не та казарма. Это уже был отдельный какой-то блок. Совершенно-совершенно другой. Где уже были совершенно другие. И там уже не было вот этой толпы служащих кадетов кого-то. В шее какие-то сейчас стоят. Но она жрала мозг, реально. То есть она видела проникновение, и как там антивирус стоял. То есть все нераевое, все сознание... Дело в том, что там были блоки, которые от нее, и блоки, которые от руководства армии. Потому что управление вот этим вот заговором... Ну, управление армией было замешано в этом заговоре. И там очень много... Алло. Маневр. Алло. Да, я здесь. Управление армии там... И все. Мы пытались найти какой-то обходной маневр для того, чтобы убрать блоки и от них, и от своих же. Поэтому так сложно шло. Мы не могли сразу понять, почему эти все программы не идут. Почему мы не можем... Вот как вата какая-то не проходит и все дальше. Пока сообразили, что это не только ее блоки стоят, а и внутренние вот этих вот блоков нашего руководства, скажем так. Как в какой-то момент поняли? Это как чуть ли не поздно уже было. Как, знаешь, не было времени на раздумья, только вот прыг, 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 туда, 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 вот так вот. Быстрее, быстрее, быстрее догнать. Они уже полетели, типа. Да, да, да. Как в один момент. Это просто вот смогли обойти или смогли почувствовать, смогли увидеть. Они хотели стать элитой в новом обществе. Обещала им тварь, они поверили. Ментальный контакт был просто. Как здесь предатели были до потопа. Масунчики. Впервые. Да, каким-то образом было, ну, как ловушка, ну, не ловушка, а им передана информация. Но нужно было какой-то носитель передать. Именно не просто на уровне вот ментально, а вот нужно было именно встречу им организовать какую-то с теми, как кому-то передать. Компьютер передать. Если бы этот компьютер стал частью компьютеров твари, то новые технологии не разработаешь. А эти компьютеры уже подчинялись бы твари все. То есть вся армия была бы полностью как разоружена. Без связи. Да, абсолютно, да. Ну и без спутника, без кораблей. Ну, они где-то вот встречались именно как в космосе. Нужно было встретиться не на базе где-то, а вот именно в космосе. Физически передать, да? Компьютер. Да, да, да. На какой-то нейтральной территории, как это должно быть в большой тайне. Ну, потому что предатели, понятно, что в тайме. Это было как база военная туда. Не приезжали посольства и разные другие туристы, через кого можно было это передать. Нужен был именно контакт. И мы это поняли. Вот в последний момент уже поняли. И вот просто вот в глаза так... Всё, как подгружается в мозг эта информация. Зачем они туда полетели? Кто полетел? Куда? И что будет? И так бегом, бегом, бегом. Как... Вот это вот... И дальше помню. Ясно. Что тебе ясно? Ну, долетели, взорвались. Хорошо. Проект... Первого творца. Вот почему это было проектом всё-таки этого ложного творца? Не знаю, это говорят синие, что это его они показали фотографии. Ну, не фотографии, но ты понял. Образ, да. Вспоминаем дальше. Или внутрь, чтобы это просто невозможно, как через что-то такое плотное-плотное, еле-еле пробились. Да, кровь из носа была. Угу. Впечатление, что вот тут на глазах даже кровь выступила. Угу. Что вот невозможно было туда пробить. Да, да. И тварь? Да. Да. Было одна моя. Нет, ты бы мог не долететь, действительно. А если бы ты не долетел, всё равно бы все погибли, я бы погибла. Даже хуже? Даже намного хуже. А как мой порядок? Ну, я согласилась. Не знаю, может, страховка какая-то. Я не знаю. Я знаю, что я просто сказала, что вдвоём сам не справишься. И ты просто подумал, вот, знаешь, такое секундное замешательство, ладно. И я тебе доводы, доводы, что всё равно я тут погибну, если у тебя не получится. А у тебя одного не получится. Кому-то объяснять нужно было, что, ну, если там какого-то парня, что, давай, слушай, дружбан, полетели туда, подорвёмся вдвоём, знаешь? Ну, это нужно кого-то. А я была в теме, я как в курсе. Мы как вдвоём там были, когда мы это поняли в рубке на дежурстве, я не знаю, где мы были. И когда поняли, так, хоп, только смотрим друг на друга и понимаем, что это происходит. И как, знаешь, вот, а, вот раз, 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 и пазлики сложились, что-то куда-то пробились, и сразу поняли. И нужно их перехватить, нужно успеть. Одиннадцать минут, нужно успеть. И вот корабли за ними очень быстро. Они сейчас пытаются переиграть. Почему девять-одиннадцать, твой любимый? Не знаю. Они в одиннадцать. Ещё вот сами должны быть. Я об этом даже не подумала сейчас, когда озвучила это число. Я просто вспомнила, что одиннадцать минут нам нужно было на весь полёт вот этот, чтобы догнать их. Это как на орбите, вот, недалеко. Не то, что там лететь, непонятно сколько. Мы были на орбите, а они как-то чуть удалились. Чуть удалились, да, что это не то, что куда-то далеко. Мы были на орбите, мы в космосе, да, были. Потому что там железная площадка была. Когда мы бежали, там была железная площадка. Вот на ходу, пока мы выскочили оттуда, мы застёгивали комбинезоны какие-то на себе, пока мы выскакивали из этой рубки, условно говоря. И когда забегали туда железные, как железная площадка, полы железные были. Вот это вот эти полы, помню, такие ребристые какие-то. Почему ребристые, не знаю. Вот такими какими-то полосками, как ребра. Там же не было скользко вроде бы. Зачем там такие? Ну вот поверхность такая ребристая. Для прочности и для... чтобы не ломалось при ударах. Ну и для... чтобы не скользко, да, всего всего. Да, бегали туда просто и вот время-время, и быстро вот что-то сверху как закрывается. Это не то, что мы входили там в корабль какой-то. Такое впечатление, что сверху что-то, руку и вперёд, ну что-то там, и вперёд на чём-то очень маленьком. Угу. Но ты не то, что ты там без меня. Ты просто согласился, что ну как нужно, чтобы двое было. А кому-то другому нужно было это всё объяснять. Куда ты спешишь и зачем. А времени не было совсем. Даже было совсем. Да. Вот, вот. Я очень боялась, что ты меня не возьмёшь. Этого боялась. А потом лететь ужасно боялась. Я знала, что сейчас очень боялась. Ну не то, что панической смерти боялась, но не хотела этого. Ну куда было девать, так надо было. Может не очень надо было, но так получилось. Наверное надо было. Как дробили. Вот из-за этих волн. Как сетку такую. Оттягивали. Угу. Там просто пробиться было ужасно трудно. И если бы мы ещё опоздали, мы бы внутрь того корабля не залетели, а нашим маленьким корабликом мы тот подорвать не могли. Оружи нет. Угу. Нам нужно было успеть внутрь залететь как-то, хотя и через эти волны или как-то… Ну, помню, что ужасно тяжело было пробиться вот туда. Уже когда внутрь залетели и вот внутри уже там какие-то, как, знаешь, огромный корабль, как слёзы, отсеки, что-то вот внутрь. Нашим маленьким мы внутрь того попали. Угу. 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 И нас то ли обнаружили там, то ли решили проверить кто… Ну вроде бы свой корабль, да? Но всё равно же какая-то… Автоматика пустила, а люди знали, что… Да, 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 да. Никому не нужен. Да, а автоматика как пустила. И вот когда летели и уже всё. Быстренько, давай. Угу. Угу. мозги блин как на клеточку резали как сетку так надевали мелкую шлема лежали через мелкую сетку изначально эти системы против пари рачки вот так писать до защищать мозги людей от они против нас это хорошо нет предательство это плохо это хорошо что успели тогда давай смотрим что дальше он внутри наше мы взорвали 2 когда и эти прибыли мы дамы и их и условно наш этот корабль подрывали да мы их всех но и и наших предателей и тех которые договаривались о передачи этого корабля тоже подорвали все передали корабль вместе со всеми вооружениями да и компьютеры и связи и защиты да тогда бы полностью все армия вот весь флот все полностью что выстроено все бы без толку все бы было а они уже как состыковались уже те внутрь проникли да мы как за ними просто юркнули успели но все равно было очень как выставлено это это ужасно вот ты говоришь кровь из носа по-моему из ушей из глаз вот тут как кровь капала все облазни понятно как наших чем-то в современном обществе да мне кажется пороки человеческие такие же как повсюду власть и так было была власть только над планетами а им пообещали власть над многомиллионной ордой другие планеты экспансии и на этого имя роя было бы не их власть это было бы власть роя предатели всегда найдут себя оправдание зачем это делать а сейчас же укализации зачем-то проводят этим